С самого утра в стенах Брестского государственного университета имени Пушкина наблюдается определенный ажиотаж. Перечень предложений для абитуриентов вуза довольно велик. Кроме общего конкурса, особое внимание в университете уделяется молодым людям, выбравшим специальности педагогической направленности. Для отдельной категории есть свои льготы. Также в учебном году образца 2021-2022 появится новая смежная. Все специальности, которые были в прошлом году, остались востребованными и в этом году. Появилась одна новая специальность, необходимость в которой на рынке труда оказалась достаточно актуальной. Это специальность русский язык и литература и иностранный язык английский. В этом году мы возобновляем набор по этой специальности и планируем набрать 20 студентов, первокурсников. Более тысяч абитуриентов ждут в этом году в Пушкинском вузе. Кто-то приехал на подачу документов сам, кто-то с родителями. Этап важный, а потому волнительный. В своем большинстве молодые люди мотивированные. Они знают, какую профессию хотят получить. Каролина вместе с мамой Натальей Николаевной приехала в областной центр из Пинска. Свою профессиональную деятельность она видит в работе с детьми. Мне очень нравится заниматься с детьми, особенно творческими занятиями. У меня и две младшие сестры, я с ними занимаюсь, мне это нравится. Кстати, очередь для подачи документов в Пушкинский вуз не только традиционная, но и электронная, что значительно упрощает процесс. Что же касается наборов Брестской государственной технической университет, то в этом году он довольно большой. На выбор абитуриентов несколько десятков профилей. Очередная кампания не привнесет каких-либо новшеств в перечень специальностей, но уже прорабатываются определенные шаги на будущий год. Мы будем открывать специальность таможенное дело. Необходимо провести целый ряд процедур, которые занимают определенное время, но в следующем году мы это сделаем. Мы недавно провели большой семинар-совещание с предприятиями Брестской области, и сейчас вырабатываем еще от них предложения и заявки об открытии новой специальности машиностроительного инженерного профиля, который, наверное, будет на стыке нескольких направлений машиностроения, робототехники, искусственного интеллекта и так далее. Ну а из приятных новшеств мы первыми в Брестской области открыли военную кафедру по трем военно-учетным специальностям, и будем осуществлять набор порядка 240 юношей. Брещанин Егор уже определился с будущей профессией. Окончив колледж и уже имея на руках диплом, юноша решил развиваться дальше и поступает в этом году на машиностроительный факультет технического университета. Авторитет вуза при выборе профессии был в приоритете. Первый день пришел, ну, потому что все уже, собрался документы, медкомиссию прошел, и решил уже в первый день прийти, думал, народу меньше будет, ну, в принципе, немного. В факультет машиностроительный, техническая эксплуатация автомобилей, потому что я уже в колледже отучился на похожую специальность, вот решил сюда поступать. Подробную информацию о специальностях, проходных баллах и сроках вступительной кампании можно найти на сайтах вузов областного центра. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорт Букуноч, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.